Спонсор выпуска IQ Option Бинарные опционы для каждого Начни зарабатывать уже сегодня Хочу тоже рассказать вам о Еще одном интересном канале Который заслуживает Внимание, заслуживает уважения Называется он Игра Плей Канал Дима Ершова Подписка у меня тоже Оформлена Я есть у него тоже с правой стороны В интересных каналах, даже на первом месте В почетном первом месте За что ему огромное спасибо О чем же этот канал Этот канал Рассказывает о том Как можно заказать Например с Алиэкспресс Те или иные Вещи Делает распаковку Обзоры Влоги В принципе Канал Довольно таки Успешный Более 6 тысяч Подписчиков На этом канале Здесь есть точно так же Обзоры Игрового Оборудования Игровых приставок Есть тоже так же Рэп От Виталия Кличко Много есть Обзоров На игры Много есть Разных всяких Интересных И познавательных Программ Передач Таких Ролики в принципе Не длинные Где-то от 6 до 12 минут Не напрягают Канал Заслуживает уважения Ссылку оставлю В описании Если вам понравится Заходите и подписывайтесь Я думаю что Не пожалеете Всем привет Дорогие друзья С вами Сергей Симонов И канал Добра И позитива И в сегодняшнем выпуске Я бы хотел поговорить На Тему вообще Семейных отношений Супружеской Такой вот Правильной Что ли Жизни Да И навеяло Так сказать Мне В общем-то Часто задаваемые Вами вопросы Мне Как побороть ревность Как же сделать так Чтобы быть любимым Сергей Вы так долго живете Со своей супругой Как сделать так Чтобы тоже жить Счастливо Вместе Ну в общем Наверное На эту тему Сегодня и поговорим Да я вот Так наверное Назову ролик Вот Сравнивание Себя с другими Да И Какие Не сделать ошибки В семейной жизни Для того чтобы Прожить долго И счастливо Да Сделаем так Я наверное Я прям для себя Уже такую Некую заготовочку Сделал Сделаю наверное Таких вот Десять выдержек Для Мужей Мужчин Парней И Десять таких вот Неких Внегласных правил Которые Как мне кажется И мне И многим другим Помогли И надеюсь После просмотра Этого видео Помогут вам Быть счастливыми Просто вот Со своим Любимым человеком Со своей Половинкой Да Ну давайте Обо всем По порядку Начнем Наверное С мужиков Первый Как мне кажется Такой Один из важных Пунктов Да Сохранения Хорошей И долгой Самой интересной Семейной жизни Гласит О следующем Продолжаете ли вы Ухаживать За женой Приносите ли вы Ей Время от времени Цветы Помните ли вы О ее Дне рождения О дне Вашей свадьбе Оказываете ли вы Ей Неожиданные Знаки Внимания Проявляете ли вы Внезапно Нежность Вот это Наверное Первое правило Первая выдержка Которая вам Поможет Расположить К себе Своего партнера Это в принципе Отчасти касается И женщину Но вы как мужик Должны всегда Все таки быть На шаг впереди То есть помнить О том Какое событие Будет у вас впереди Подготовиться к нему Купить подарок Сделать приятно Сделать сюрприз Вот мне кажется Это очень важно И зависит это от мужика Не женщина же будет Соответственно Готовиться к этому мероприятию То есть вы должны быть Всегда на шаг впереди Вот это первое Правило для мужиков Пункт номер два Всегда ли вы Остерегаетесь Критиковать Свою Супругу Свою Подругу В присутствии Других людей Я считаю это Мега крутое Правило Потому что Вот Поставьте себя На ее место Когда вы Находитесь Например В группе Каких-то друзей Знакомых И невольно Вы Отвешиваете Какой-то Вот такой Некрасивый Словооборот В отношении Там Вашего партнера Вашей подруги Вашего Спутника Вообще Супер Неприятно Будет И поверьте Мне Это скандал Вам не только На ближайшее время Обеспечен Это все-таки Садится в памяти И останется Очень долго На подкорке На подкорке У вашего партнера Поэтому Этого делать Вообще Никогда Нельзя Если вы хотите Что-то сказать Скажите это Один на один И то Как-то Подготовьте Человека Скажите Что мне было Неудобно Например Говорить это При всех Или вообще Не хотел Тебя Соответственно Обидеть Но Я этот вопрос Хочу тебе Задать Один на один Вот тогда Вы будете Правы Опять же На шаг впереди Третий пункт Даете ли вы Своему партнеру Своей партнерше Деньги Помимо предназначенных Для ведения Например Домашнего хозяйства Чтобы она могла Их тратить Исключительно По собственному Смотрению Тоже считаю Что очень важный Пункт Потому что У девушки Если она Например Не работает А рассчитывает На то Что В общем-то Вы обеспечиваете Семью Она рассчитывает Не только На те деньги Которые предназначены Для ведения Хозяйства Но еще На какие-то Траты Ну например С подругами Попить кофе Или еще что-то Я считаю Что это нужно Обязательно Делать Чтобы у Вашей Супруги У вашего Близкого человека Всегда были Свободные деньги И ни в коем случае Никогда нельзя Требовать За это Отчета То есть На такие Какие-то Мелкие траты Я считаю Что это неправильно И это тоже Продлит вам На долгие годы Ваши отношения Это очень важный Тоже пункт Дальше Идем Пытаетесь ли вы Понять Свойственные Женщине Например Перемены В ее настроении Ну вы понимаете О чем я говорю Это трудные дни И все остальное То есть Здесь всегда Нужно понять Человека Ее настроение Перепады Может быть Эмоциональные Всплески Это Я вам тоже Сейчас уже говорю Как бы с высоты Своих прожитых лет То есть Здесь нужно все-таки Немножко Вставать на сторону Вашего партнера И понимать его Да Потому что Может и живот болит И голова болит И все что угодно Все что с этим связано Поэтому это тоже Очень важный Такой Как мне кажется Пункт Еще Очень важный момент Когда Например У вас есть Выходной день И у вас есть Там например Свободное время Вы должны Вот как-то так В голове В своей Выстроить Следующим образом Свой план Чтобы половину От вашего Свободного времени Вы проводили вместе То есть Например у вас есть Воскресенье Выходной день То есть Вы должны Конечно Заняться С собой Не знаю Сходить в парикмахерскую Какие-то свои дела Сделать Но к примеру Вечер освободить Для похода В кино Например Или в какое-то Кафе Или еще что-то То есть Вы Даже если у вас Один выходной день Все равно Должны Половину своего Свободного времени Уделять семье То есть Проводить его вместе Соответственно И тем самым Это будет Тоже Плюсом Вам однозначно Следующий пункт Вот Я считаю Что он Тоже Мега Важный И в принципе Отчасти Он наверное Соотносится К названию Этого ролика Хватает ли у вас Так-то Воздерживаться От того Чтобы сравнивать Как ваша Подруга Готовит еду Например Или ведет Домашнее хозяйство С тем Как делает Например Это ваша мама Или бывшая Ваша подруга Ни в коем Случай Этого делать нельзя То есть Например Вы там Садитесь за ужин Вы едите И говорите О, а моя мама Готовит там вкуснее Вот это просто Вам такой жирнющий минус То есть Вы сразу в пропасть Улетаете И вообще там У вас ни секса Не будет ничего В ближайшее время Это 100% обеспечено Поэтому Ни в коем случае Нельзя сравнивать Вашего партнера Это касается И Девушек И Женщины Это касается И мужиков Парней Ни в коем случае Нельзя вашего партнера Сравнивать Со своей бывшей Со своим Прошлым Там И все остальное Со своей мамой С бабушкой Вот Вы живете с этим человеком Вы его должны воспринимать Такой Какой он есть И это Будет Гарантией успеха Вашей совместной жизни Вашего совместного Проживания Ни в коем случае Не сравнивайте Еще очень важный пункт Ну вот Он у меня Седьмой Вы все-таки Должны понимать То что Вам Должно быть Интересно Чем занимается В свободное время Ваш партнер Ваша супруга Например Ваша девушка Какие сайты Она смотрит Какие фильмы Она предпочитает Какие сериалы В конце концов Ей нравятся То есть Вы должны Ей Ее в этом поддерживать То есть Вы должны На эти темы Говорить За ужином В свободное время Еще как-то То есть Проявлять к этому Интерес И тем самым Она будет Проявлять интерес К тем вещам Которыми Интересуетесь Вы Это тоже Очень важно Восьмой Пункт Нашей Сегодняшней Программы Он Кстати Отчасти Относится К пункту Ревности Но Опять же В себе Это нужно Тренировать Опять же Поначалу Скорее всего Не получится Это приходит Сгадание То есть Вот Задайте себе Вопрос Позволите ли вы Например Своей подруге Своему партнеру Танцевать Например С вашим другом Или малознакомым Человеком Например На какой-то Вечеринке Вот так Немножко Представили Себе эту картину Я считаю Что Это нужно Позволять Это Будет Вас воспитывать Как бы Чувство Не ревновать Своего партнера То есть Я считаю Что Свободу Каких-то действий Например Нужно Давать И нужно Себя Приучить К тому И дать Своему партнеру Понять То что Вы его Любите И ни в коем Случа Не допускаете Возможности Ревности Потому что Вы ему Доверяете Это тоже Очень важно Еще Очень важный Пункт Ну в принципе Он у меня Девятый Такой Предпоследний Но он тоже Важный Я считаю Используете ли вы Каждую возможность Похвалить Или выразить Восхищение Вашим партнером Это тоже важно То есть Важно Какие-то элементы Слова Спасибо Благодарность Еще каких-то Похвал Обязательно Использовать В своем Повседневном Уходе За своим Партнером Это важно Только это надо Делать искренне То есть Не только Там знаете Как-то Привет Привет Как дела Нормально Пошел дальше Нет То есть Это должно быть Искренне Это должно быть Идти от сердца От души Тогда это будет Нормально Это будет давать Свои плоды Свой результат И вот Наверное Последний Десятый Завершающий Пункт Для мужиков Я бы хотел Вот такой вот Пункт Как бы тоже Соотнести Благодарите ли вы Свою подругу За небольшие услуги Которые она Оказывает вам Ну я не знаю Там например Там Ну условно Говорят Пришила там Пуговицу Там что-то вам Помыла Там что-то Постирала Кто-то еще То есть Вот мы считаем Мужики А что Жена-то должна Там нам Все Мужика своего В чистоте Согласен Может быть она Но вы за это должны Ее просто благодарить Букетом цветов То что я сказал Вначале Добрым словом Понимаете Походом в кино В театр Еще что-то такое И тогда вот Сто процентов У вас будет все Камильфо Это вот что касается Мужей Да Давайте наверное В сегодняшнем еще Выпуске поговорим Все то же самое Но только о С женской стороны Давайте Ну вот по поводу Взгляда на Семейную жизнь С точки зрения Женщины Да То есть я тоже Этим вопросом Как бы озадачивался Мы долгое время Со своей супругой Это обсуждали И я тоже пришел Как бы к некой формуле Да Тоже такие вот Десять таких вот Таких Ну может быть Правил как хотите Назовите Я вам и сейчас Озвучу Но вот первое Да Дорогие девушки Дорогие женщины Дорогие жены Вот первый пункт Да Предоставляете ли вы Например своему мужу Полную свободу В Например В его служебных делах Контролируете ли вы Это Либо воздерживаетесь ли вы Это От этого Да Об осуждении Об Например критике его коллег Выборе Какая у него секретарша Там не знаю Распорядок дня То есть вот мне кажется Что должна быть полная свобода У мужчины Он должен сам принимать решение Как что чего И все остальное Вы ему в этом должны Лишь просто помогать Да Но ни в коем случае Не осуждать И не критиковать Это Я считаю Что очень важный Такой пункт Потому что на самом деле Очень многие С этого момента Ну В этом моменте Не справляются Начинают Не зная вопросов Там осуждать Какие-то свои Делать там Замечания Какие-то свои там Фразы вставлять И тем самым Конечно Напрягают Нас мужиков Да Но вот Еще вот такой вот Очень важный Такой вот Второй пункт Как мне кажется Да Делаете ли вы все Что от вас зависит Для того Чтобы ваш дом Был интересным И привлекательным С точки зрения Дизайна С точки зрения Там Каких-то вот Может быть Аксессуаров Может быть Тех вещей Которых нет Например В других домах Там Или еще что-то Чтобы у мужика Просто ноги шли домой Мне кажется Это тоже очень важно То есть Чтобы ну Понятное дело Дом был аккуратный Опрятный И все остальное Да То есть Мне кажется Что домашний уют Домашний очаг Полностью зависит Конечно от женщины То есть Мужик зарабатывает Девушка Женщина Там Жена Супруга Она конечно Делает Скрашивает Вот Быт Наш Да Семейный Красивым его делает То есть Это тоже Очень важно Тоже В общем-то Тоже важный пункт Третий пункт Да Например Он касается еды Потому что Многие считают Да и я Например Тоже так считаю Что путь к сердцу мужчины Лежит через его желудок Да И третий пункт У меня такой Разнообразиваете ли вы Домашнее меню Например Так Вот садясь за стол Ваш вот мужчина Там парень Молодой человек Должен Никогда не знать Что будет Сегодня Например На ужин То есть Это будет Некая интрига Да Некий сюрприз Если так хотите Это тоже Мне кажется Что дополнительно Будет вас Объединять Потому что Я например Ну опять же По себе скажу Да Я как бы Питаюсь сейчас Мало В общем Практически Один раз в день И я реально Жду ужина Да То есть Я Хочу что-то вкусное Скушать Да То есть Хочу вот Получить наслаждение Вот общение Со своей супругой Которую там Которую не видел Иногда я готовлю ужин Если есть время Вика готовит ужин То есть Это Это некий ритуал Такой Да Это очень важно Вот Многие к этому Относятся очень легко И не считают это важным На самом деле Это мега важно Мега Просто 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 Мега важно Потому что Садись за стол Вы обсуждаете Все проблемы Все наболевшие темы Которые были В сегодняшнем дне Да Там какие-то ситуации Раскладываете И все остальное Это очень важно И еда конечно Она должна быть Тоже вкусной И красиво оформленной Потому что Многие говорят Типа О чем Мы пришли Там раз раз Из кастрюли Из сковородки поели Забыли И пошли спать Нет Я считаю Что вот ужин Он каждый день Должен быть неповторимым То есть Свечи Салфетки Хорошо накрытый Засервированный стол Это нетрудно Это просто Просто нужно к этому Иметь Ну привыкнуть к этому Это в принципе Пункт он и к мужикам Как бы относится Потому что Девушки многие тоже И работают И по многу работают То есть И мужики должны тоже В этом деле Помогать Следующий пункт Вот тоже Ну как бы Вот так вот Он у меня отнесся Разбираетесь ли вы В достаточной мере В служебной деятельности Вашего мужа Чтобы обсуждать его С ним И помогать ему Своим советом Тоже мне кажется Очень важный пункт То есть Нужно Как бы Болеть проблемами Которые есть На работе У супруга Потому что То отчет годовой То еще что-то То есть Много моментов То есть нужно здесь Разбираться Нужно разбирать Помогать И все остальное Хотя Здесь тоже есть Обратная ситуация Многие говорят Что все проблемы Нужно оставлять на работе Отчасти соглашусь Отчасти нет Я считаю Что этот момент Он такой Он очень Ну что ли Скользкий Я считаю Что наоборот Держать себе не нужно И нужно это все Проговаривать Потому что Одна голова хорошо А две лучше Следующий пункт Вот способны ли вы Мужественно И бодро Переносить Например Финансовые трудности Не критикуя Своего супруга Своего парня За его ошибки Или Ну какие-то вот Неблагоприятные моменты Когда складываются Да там Кредиты У многих сейчас тоже С этим Большие проблемы Да И Самое главное Не сравнивая Своего партнера С другими Более успешными людьми Например На его же работе Это тоже Так же я отношу И к Женщинам И к мужчинам Ни в коем случае Не сравнивая То есть нужно просто Разобраться в причине Понять Почему так происходит Почему где-то вот ошибка То есть опять же Одна голова хорошо А две лучше Но опять же Мы пришли к тому Что нельзя ни с кем сравнивать В принципе Это схоже И для пацанов И для девушек Следующий пункт Очень важный Да Шестой Прилагаете ли вы Особые усилия Для того чтобы ладить С матерью Или с другими Родственниками вашего парня Очень важный пункт Я считаю Что от этого Вообще Очень многое будет зависеть Да Как вы будете относиться К родственникам Вашего партнера Это и к ребятам Относится И к девчонкам Относится Это тоже очень важно То есть нужно всегда Уважительно Относиться к родственникам Как правильно Такая пословица есть Да Родители не выбирают Задумайтесь Об этом Следующий пункт Одеваетесь ли вы С учетом Вкусов Вашего мужа Я считаю Что это тоже Очень важно Потому что Когда вы приходите В магазин И делаете покупки Только рассчитывая На свой какой-то интерес Свой вкус А вдруг Вашему парню Это не понравится То есть Я конечно Прекрасно понимаю Все вкусы разные Там тоже можно На эту тему Долго рассуждать Но Если вы Например Со своим парнем Будете обсуждать А как ты думаешь Мне вот это подойдет Или вот это с этим Будет сочетаться Пускай может быть Он в этом Просто полный профан Но он даст вам Может быть Какой-то совет Даже если вы будете Его использовать Наполовину Однозначно Ваш парень Будет вас уважать То что он будет читать Чтобы посчитались Его мнения И это очень важно Я считаю Что это очень важно Еще такой Наверное Очень важный пункт Идете ли вы На уступки Со своим партнером Прощаете ли вы Какие-то мелкие Ошибочки В семейной жизни В какие-то Ну я не знаю Незначительные вещи Это я считаю Очень важно Вот у меня тоже Бывает Знаете как Ну что-то там Ну бывает Всякое Что-то там забыл Что-то разбил Что-то там Ну забыл купить Еще что-то такое Вика говорит Вот что ж ты там Туда-сюда Я говорю Ой признаю Извини Все завтра исправлюсь И все Вопрос решен Решен Закрыт Да Но если ты начинаешь Это мусолить Там начинаешь Оправдываться Начинаешь там Еще что-то Это тоже Минус сразу То есть это Ну как бы Опять вас опускает То есть нужно Принимать свои Ошибки быстро Нужно на них Реагировать Четко По-взрослому Да Признавать их Говорить Что вы исправитесь Все будет нормально И как бы Гасить конфликт На корню Это тоже важно Ну вот тоже Девятый пункт Он в принципе И к ребятам И к девчонкам Относится То есть вот Пытаетесь ли вы Соответствовать Интересам вашего мужа Например в его хобби Например в занятиях Спортом Еще в чем-то Это вот тоже Как мне кажется Очень сильно Объединяет семью И очень важно Конечно понимать Что Тем самым Вы сплачиваете Свою семью Она становится крепче Например утренняя пробежка Выходной день Ну сделайте это вместе Это Это однозначно Будет плюсом Для ваших отношений Однозначно Ну и вот Последний Как бы Пункт Десятый Да Для девчонок Он тоже в общем-то Подходит Следите ли вы За текущими событиями Новыми Какими-то Веяниями Новыми идеями Чтобы сохранить Вот интеллектуальный Интерес К Вам Вашего Мужа Ну вот я считаю Что этот пункт Тоже он очень важный Да То есть важно Понимать Что вы на одной волне Что вы интересуетесь Одними и теми же Какими-то Вениями Там Я не знаю Там В компьютерной сфере Там В спорте В каких-то передачах В каких-то совместных Каких-то делах Да То есть это важно Важно быть на одной волне Да То есть вот Идти по одной дороге Да И тогда вот 100% Ваша Совместная жизнь Не обязательно супружеская Но просто может быть Подготовительная Скажем так Части вашего пути До свадьбы Будет просто Ну успешной И тем самым Вы будете жить Вместе Долго и счастливо Ну как бы Это мой опыт Основанный Вот на Десятки лет Двух десятках лет Которые мы Совместно прожили С моей супругой Поэтому Пишите в комментариях Может быть я что-то упустил Может быть есть какие-то Ваши какие-то Секретики Да Поделитесь ими Давайте пообсуждаем Потому что на самом деле Это проблема проблема Потому что Пишут ребята Задают вопросы И все они связаны с одним Как же быть счастливым Как вот Добиться расположения Своего там парня Своей девушки То есть чтобы она его уважала Оценила Любила Мне кажется Вот эти простые правила Помогут вам в этом Все Всем добра И позитива С вами был Сергей Симов Чего Пока